Вознесенское поселение – самое большое из сельских в Лобинском районе. Проживают в нем более 8,5 тысяч человек. Но в экономике заняты менее половины населения, остальные – пенсионеры и дети до 16 лет. На территории поселения осуществляют деятельность около 240 хозяйствующих субъектов разных форм собственности. Это и бюджетные предприятия, и крестьянско-фермерские хозяйства. Их 67. 7 крупных сельхозпредприятий, больше 100 предпринимателей. Среднемесячная зарплата в этом году возросла на 15,8%, и все же ее уровень ниже средний по району. А после окончания жатвы увеличился процент безработных. Решение вопроса трудоустройства власти видят в инвестиционном развитии территории и занимаются этим направлением. Уже реализован проект по строительству аптеки, созданы дополнительные рабочие места. В заседании коллегии принял участие замглавы района Лекухно. Он отметил, что Вознесенское поселение по итогам шести месяцев года держится на четвертом месте в районе. Место неплохое, но потенциал подняться выше есть. Уже сделано много, и в этом году мы впервые будем осваивать сумму отчислений от акцизов на бензин. В рамках существующих федеральных программ, какую сумму, Анатолий Петрович, 5 миллионов. Это солидная сумма, это та схема, которая сегодня работает, это акцизы от бензина. Перераспределяются они поселения, перераспределяются и в район на ремонт межпоселенческих дорог. Это позволит, ну, сегодня более 45 миллионов рублей акциза в район получил в целом. Я хочу сказать, это очень солидная сумма. Бюджет поселения по расходам в первом полугодии составил 11,5 миллионов рублей. 8% суммы пошли на ЖКХ и благоустройство. В этом году администрация принимает участие в краевой целевой программе капитального ремонта автомобильных дорог, так что сельские дороги постепенно приводятся в порядок. Также ведется ремонт водозаборов, скважин и труб, подающих холодную воду. Качество дорог, воды, электротеплоснабжения – это то, что чаще всего волнует население, поэтому уделяется внимание теплоэнергетическому хозяйству. В Вознесенском поселении ведется работа по предупреждению ЧАЭС. Необходимое оборудование для оповещения есть в Хлебодаровском и Хачеване. Социальная сфера представлена пятью общеобразовательными школами, одной коррекционной, есть техникум пищевых производств, три детских сада, больницы и четыре ФАПа. Здесь находится дом для престарелых, центр культуры досуга и другие учреждения. Власти помогают развивать спортивные направления. И вот результаты только этого года. Третье место в крае по мини-футболу Вознесенской родины и по подминтону в сельских играх Кубани. Несколько первых мест в районных соревнованиях. Это, безусловно, радует. Олег Кухно также отметил правильную позицию сельской администрации по оказанию комплекса услуг жилищно-коммунального хозяйства. Вознесенцев ставят в пример другим администрациям. Здесь налажена система взаимодействия власти и предприятия, которые позволяют формировать программы и развивать жилищно-коммунальное хозяйство. Но, между тем, замглавы района делает замечания по низкому проценту освещенности улиц. Нужно двигаться и процент освещенности в любом случае увеличивать. Люди этого ждут. После окончания коллегии, члены которой поставили удовлетворительную оценку местному самоуправлению в Вознесенском поселении, речь зашла о подготовке и участии в мероприятиях в честь 90-летия Лобинского района. Праздник в райцентре пройдет 4 октября. Делегация поселения отправится в Лобинск, а через неделю, 11 октября, эту дату широко отметят еще и в поселении. Проведем обязательно торжественное собрание полностью поселения, где почествуем передовиков производства, ветеранов труда, ветеранов войны, юбиляров наших, также кто родился в новорожденных в сентябре-октябре этого года, у кого создалась новая семья, молодожену тоже почествуем. Также по традиции, а это у нас, я скажу, что получается, организации выставят свои кухни. Здесь, если будет хорошая погода, то в Альею, здесь возле Дворца культуры, ну а если уж будет моросить, то непосредственно здесь свои. Наши станичники с удовольствием, с удовольствием, значит, вот принимают эти праздники. Вот мы проводим и День семьи, 9 мая, значит, другие праздники проводим. У нас всегда на площади, вот в хорошие дни, бывает до 2000 человек. И сегодня уже люди знают, люди знают население, что будет праздник, они уже сориентированы. Поэтому я считаю, что людей будет много. Мы постараемся привезти и оповестить не только станицы Вознесенской, а все наши хутора и поселки с тем, чтобы тоже приехали и приняли участие в программе. Проведение выездных коллеги позволяет собрать больше местных жителей. Такой формат публичного обсуждения вопросов дает положительный эффект. Кроме того, население имеет возможность задать вопросы власти и получить как можно больше информации. Мы продолжаем системную работу с поселениями по анализу социально-экономического развития поселений. В начале года мы проводили коллегии, которые вы освещали в своих репортажах. Теперь по итогам шести месяцев мы делаем проведение промежуточных коллегий с оценкой работы над ошибками, работы над критическими замечаниями, которые были высказаны в первом этапе коллегий. Что касается сегодня оценки работы аппарата и администрации станицы Вознесенской, нужно сказать, что действительно по многим моментам, по многим направлениям здесь улучшены позиции. Изменено само место в ранжированной таблице. Сегодня поселение занимает четвертое место по совокупности показателей. На коллегии мы обсудили вопросы положительных изменений, вопросы недоработок. Что касается недоработок, здесь бы я указал по-прежнему довольно высокий процент недоимки по начисленным налогам. И здесь нужно комиссиям по неплатежам работать более жестче, чаще, предметно. Кроме того, вопросы освещенности, вопросы благоустройства во втором по площади после города у нас поселение требует еще более пристального внимания. Положительным также хотелось отнести и строительство, ввод жилья в эксплуатацию, сокращение уровня безработицы, рост уровня средней заработной платы, а как следствие повышения налогов на заработную плату. Кроме того, есть перспективы по реализации инвестиционных проектов. Мы слышали о реализации инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса. На мой взгляд, есть еще много точек роста. Людмила Никонова, Игорь Саков, телекомпания ЛАБА.